Весной 1864 года из Томска в Санкт-Петербург приезжает никому неизвестный сибирский купец Семен Хромов. В столице у него грандиозная цель – добиться аудиенции у самого императора Александра II. С собой купец якобы везет секретные документы и скорбную весть. Умер уважаемый православный старец Федор Кузьмич. Ведь под именем Федора Кузьмича, возможно, 30 лет скрывался дед Александра II, «Царь царей» – Александр I Благословенный. Эпоху императора Александра I считали золотым веком России, а самого царя уже при жизни называли благословенным. Целиком титул звучал так – «Благословенный, великодушный держав-восстановитель». Ведь именно он победил Наполеона, врага рода человеческого, и освободил от его власти не только Россию, но и всю Европу. Однако почему Александр годами говорил о том, что хочет оставить престол? Возможно, что царя заботило нечто большее, чем успехи в политике. Из письма 19-летнего Александра к другу юности Виктору Кочубею. От 10 мая 1796 года. «Милый друг, повторяю снова, мое положение меня вовсе не удовлетворяет. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу». Александра эта новость потрясла. У юноши начались приступы судорог и обмороки. Он считал себя отцеубийцей. Позже, встав во главе государства, Александр уже никогда не сможет забыть, каким путем он получил власть. Как-то Герцин сказал о царе. Это коронованный Гамлет, которого всю жизнь преследовала тень убитого отца. Сам же Александр, чувствуя незаконность занятой власти, писал. «Я не рожден для того сана, который ношу теперь, и от которого дал себе клятву отказаться тем или другим способом». Возможно, из-за угрызений совести, которые преследовали государя всю его жизнь, он и решил отказаться от трона. Но не факт. Александр Павлович был крупнейшим политическим деятелем своего времени. Он стремился создать новый миропорядок, в основе которого лежали бы не только геополитические интересы, но и христианские ценности. Благодаря ему в ходе Венского конгресса был принят первый договор о европейской безопасности, из-за которого вечно воевавшая Европа впервые после 1812 года прожила почти 40 лет без войн. А всего за год до своей смерти в 1824-м Александр стал вести жизнь нелюдимого затворника. В религии он искал душевный покой. Идея искупления страшного греха прошла через всю его жизнь. Но в год смерти Александр решил оставить Санкт-Петербург, напоминавший ему о страшном преступлении, и уехал в провинциальный Таганрог. Там он внезапно умер, причем при очень странных обстоятельствах. После смерти Александра I пройдет 11 лет. В праздных разговорах люди все реже будут вспоминать историю о том, что император не умер, а тело было подменено. Постепенно страсти вокруг этой темы стихнут. Но, как окажется, ненадолго. Удивляла его грамотная речь и то, что он читал на иностранных языках. Старец часто рассказывал о войне с Наполеоном, Суворове и Кутузове. Однажды, когда при нем обсуждали переговоры Александра и Наполеона в Тильзите, он внезапно сказал, «Никогда я не говорил этого». Очень скоро пошли слухи, что бродяга не тот, за кого себя выдает. Вот тут-то люди и вспомнили легенду о сбежавшем от мирской жизни царе. После смерти Федора Кузьмича военный историк князь Николай Сергеевич Голицын в популярном журнале «Русская старина» опубликовал воспоминания одного любопытного разговора со своим знакомым, который состоялся в 1860 году еще при жизни сибирского старца. «Один приятель мой, которого я навестил, показал мне небольшую фотографическую карточку, говоря, не находите ли сходства с покойным императором Александром Павловичем? Я крайне удивился, начал пристально всматриваться и точно стал находить сходства в чертах лица и в росте». В Томске даже появился кружок почитателей старца. Но самый большой вклад в легенду о том, что старик и император один человек, внес купец Хромов, у которого Федор Кузьмич прожил несколько лет. Именно купец написал первую биографию старца, сказание о жизни и подвигах великого раба Божия Федора Кузьмича. В нею написывал чудеса исцеления, творимые старцем, его праведный образ жизни и предсказания. Хромов старался убедить читателей в том, что Федор Кузьмич и есть Александр Первый. Сохранилось всего два изображения Федора Кузьмича. Старец на смертном одре и картина, на которой он, как две капли воды, похож на постаревшего Александра Первого. Но, как выяснилось, это сходство не случайно. Картина эта была написана по заказу Хромова, а руководствовался неизвестный художник по просьбе купца портретом Александра. Отсюда и феноменальное сходство. Был ли Хромов обыкновенным шарлатаном, или он на самом деле верил в то, что старец – это и есть Александр Первый, пока доказать невозможно. В 1984 году Федор Кузьмич был канонизирован Русской Православной Церковью. Сегодня он почитаемый сибирский святой. А легенда о царе-подвижнике оказалась настолько живучей, что до сих пор многие в нее верят.